Месяц Раджаб, седьмой по счёту согласно исламскому летоисчислению, и он считается одним из месяцев, которые называются запретными, о которых Всевышний Аллах сказал. Поистину, число месяцев у Аллаха 12. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них запретные. Раджаб есть ключ от двух благих и благословенных месяцев. Шаабана и Рамадана. Этот месяц и числа тех, которые почитались у арабов доисламскую эпоху невежества. Название Раджаб происходит от слова Тарджиб, что означает возвеличивание и оказание почёта, поскольку арабы почитали его, оставляя в нём сражение, оказывая тем самым ему величие и уважение. Было упомянуто, что в Джахилии арабы именовали Раджаб более 14 различными названиями. Из них Алясам – глухой, ибо в нём не слышно звучания трёска мечей. Алясаб – обильный, ибо они имели убеждение, что в этот месяц милости проливается обильно. Харим – очень старый, поскольку его запретность древняя. Мукъим – устоявшийся, потому что его запретность утверждённая. Многочисленность же названия чего-либо указывает на его величие и возвышенность. «У месяца Раджаб в исламе имеется то же достоинство и положение, которое есть и у остальных запретных месяцев, кроме того, что он не выделен конкретным видом поклонения, отличаясь от других, так как от пророка, мир ему и благословение Аллаха, достоверно об этом ничего не передаётся», – сказал Ибн Таймия. И таким же образом и хадисы, переданные относительно достоинства Раджаба, или достоинства поста в нём, или некоторых дней, или достоинства выделения чего-то в нём, как ар-рагаиб. Всё это ложь и выдумки. Ибн Аль-Кайм, да помилтое Аллах, сказал, «Каждый хадис, в котором есть упоминание поста Раджаба, молитвы в некоторых его ночах – всё это ложь и клевета. Поэтому обязательно остерегаться в этом месяце от ересей, в которые впали большинство людей. Из них – выделение его некоторыми видами молитв, как Салат-Уль-Раиб, Аль-Альфия и другие, или конкретизирование его выдачи закята с имущества, специально держать пост в месяц Раджаб или в некоторые его дни, выделение двадцать седьмой ночи поклонением или празднеством под предлогом того, что это Ночь Перенесения и Вознесения Алисра Уальмирач. Нет проблем, если человек в этом месяце увеличит совершение дел, которые он привык совершать и в другое время, как пост, выстаивание ночных молитв, совершение малого паломничества, то есть умра, без убеждения дополнительного его достоинства. Напротив, пусть это будет в качестве подготовки к Рамадану. Раджаб подобен ветру, Шаабан – словно тучные облака, а Рамадан – как дождь. Тот, кто не посадил саженцев Раджаби и не парил их водой в Шаабане, так как же он сумеет пожинать плоды в Рамадане?